Здравствуйте дорогие друзья! Не так давно на нашем канале мы подробно рассказывали о том, как правильно установить выносной бак в бане, как правильно его подключить к регистру теплообменнику. И мы сделали отдельный акцент на кране, который подключили в самой нижней точке. Кран этот был нужен для того, чтобы сливать воду на зиму. Вот так выглядит регистр теплообменник новый, который вы покупаете в магазине. А вот так выглядит регистр теплообменник, из которого на зиму забыли слить воду. Внутренняя труба у него очень сильно деформировалась, но тем не менее регистр был герметичен и течи не было. Так вот, главная опасность в таком случае заключается в том, что если будет находиться замерзшая вода в баке, либо в регистр теплообменнике, при нагреве от жара дымовых газов пар будет образовываться, ему будет некуда выходить и при этом может произойти взрыв и могут пострадать не только имущества бани, но и люди, которые находятся в этот момент в бане. Поэтому не забывайте в самой нижней точке вашей системы устанавливать вот такой вот кран, сливать перед холодами воду и ваша баня вам будет служить очень-очень долго. Хозяину с этим регистром очень сильно повезло, потому что, несмотря на то, что он разморозился, он оказался целым. Регистры УМК очень-очень надежные, но факт остается фактом. В каждом руководстве по эксплуатации к банной печи вы можете найти схему, в которой, в принципе, все подробно рассказано о том, как правильно устанавливать регистр, не забывайте делать уклон и обязательно нужно ставить дренажный кран. Этим видео мы вас не хотели напугать, просто хотели предупредить о том, что скоро зима, скоро наступит холода и не забудьте слить воду из баков ваших бань. До новых встреч, счастливо!